Я-то помню, в молодости мы тут сюда на танцы ходили, здесь было все оккультурено, все было приятно, здесь все продавали, и всякие аттракционы были. Из того, что вновь появилась в юбилейном спустя 30 лет танцевальная площадка, конечно, пока такой популярностью, как раньше, она не пользуется, но парк меняется на глазах. Пешеходы, велосипедисты, самокатчики облюбовали центральную аллею, где по вечерам теперь горят фонари. Люди отмечают, в юбилейном убрали настоящие залежи мусора, который копился здесь годами. Благоустраивать огромный парк в рамках федеральной программы продолжают. Уже вырисовываются второстепенные дорожки, ведущие к центральной аллее. Далее будут установлены освещения, лавочки и видеонаблюдения. Также будут снесены аварийные насаждения и будет посажено более 250 новых. Таков план второго этапа реконструкции парка, но будет и третий через год. Люди проголосовали за проект, по которому в юбилейном начнут сооружать детские и спортивные площадки. Второстепенных дорожек тоже станет больше, но чем сильнее меняется парк, тем о большем горожане мечтают. Я бы хотела, чтобы там с пруд как-то восстановили, сделали что-то, какую-то водную зону, допустим. Пока пруд здесь выглядит плачевно, да и в планах по реконструкции не предусмотрено его преображение. Правда, если студенты классического вуза получат грант по реабилитации пивоварки, тогда мечты горожан могут стать реальностью. Тем временем у общественного совета парка свои идеи по развитию огромного пространства. В этом году мы планируем, ну помимо благоустройства основного, еще провести и мероприятия, всякие творческие различные запланированные фестивали и музыкальные мероприятия. Хотелось бы на день семьи 8 июля провести ближайшее мероприятие. Со временем в парке появятся и две площадки для выгула собак. По крайней мере, так нам рассказали общественники, которые все еще верят в воплощение своей самой главной мечты. А хозяине парка – человеке, радеющем за юбилейный. Татьяна Голубева, Валентина Аскерова, День с толком.